Валентина Хасанова 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 поет. Я всегда смеялась и удивлялась, как у него все так складно получается. Потом сестра у меня старшая пишет стихи, очень много пишет. Она Лидия Лейникова, она и музыку пишет, вернее подбирает и поет на свои слова, на чужие слова подбирает музыку, поет. В общем, наверное, что-то есть. У вас уже такая, как династия небольшая образовалась. Сын писал, правда, тоже в подростковом возрасте, когда все, наверное, пишут, и когда очень хочется писать, он писал, и учителя литературы говорили, надо же, вот ребенку там 14-15 лет, а рассуждает, как 60-летний, умудреный опытом человек. В общем, очень грамотные у него были стихи. Ну вот, как вы сами верно подметили, Валентина, очень часто люди начинают писать стихи именно в подростковом возрасте, в переходном периоде, но потом бросают. Да, потом бросают. Бросают практически, ну, даже не скажу, 60-70%. Почему вы не бросили вот это занятие? Нет, я бросила. Я 20 лет не писала вообще. Ого! Я начала писать, ну, лет 6 назад снова. Вот. Что потолкнуло вас? Даже не могу сказать. Я летела в самолете, я же вот по работе, по бизнесу часто летаю, и мы летели на каком-то страшно убитом самолете, очень низко, Ил 18 или, я не помню. Я вот так вот выглянула в окно, а там такая красота, у меня так красота вдохновляет. Тут люди боятся, сидят пристегнутые, я смотрю в окно и начинаю. И у меня пошли стихи. Вот в полете я написала стихи о полете. А потом как-то пошло-пошло, в Турции писала смешные турецкие стихи, как мы бегаем там что-то там по шопингу. До того было смешно, и я вот все в таком вот гротескном стиле вот этот бизнес как-то изображала. А потом, чуть позже, у меня, наверное, больше появилось в свободном времени, дети уже как-то взрослые стали, определились в жизни, и у меня было такое вот года 4 полного покоя, умиротворения. Я перебралась в новый дом, там сад, и вот выходила, смотрела на клумбу и писала стихи. Вот на этом месте, в беседке, я написала, ну, наверное, большую часть своих стихов. Вдохновляет природа, цветы. То есть все прекрасное. Да, на море пишу, на море могу за ночь написать сразу 5-6 стихов. А вообще, вот как часто вы пишете? Вот на море вы сказали, можете 5 стихов написать. А так, если вот в рабочей будни... Муза вольная птица. Вот настолько она вольная, и она, когда хочет, приходит. Она может прийти и 3-4 дня меня просто вот мотать. Я вот вся такая непонятного состояния, вся такая нежная, аморфная, и не в состоянии выйти в город, и какие-то вопросы решить. Я вот понимаю, что поэзия, это настолько вот тонкая энергия, она вот уводит куда-то совершенно... Это нереальный мир. И вот пока из меня вот все стихи не выльются, у меня вот прям штормит. Наконец все вылилось, и я такая успокоенная. Потом уже я могу выйти и общаться с людьми. Вот расскажите о своем сборнике, о первом. Называется «Ломтик манго». Я написала стихи «Ломтик манго», отдыхая на курорте. Что-то так вот мне пришло, там танго было, танцевали профессиональные актеры. Я вот на них смотрела, и вот раз он у меня вылился, этот стих. И он почему-то цепляет абсолютно всех. Даже там вот буквально два четверостишия. Но вот певец и музыкант, с которым я работала, он написал песню на эти стихи, и она довольно-таки популярная. На нее даже любители какие-то клипы смонтировали, ходят в интернете, если можно набрать. Не мы снимали, а именно любители. И я назвала так сборник стихов. Ну, сборник практически о любви, но есть там, конечно, несколько глав. Есть и о Чемгенте, там что-то, по-моему. Нет, не о Чемгенте, а о Казахстане, о моих любимых городах, где я бывала, о море. Ну, в общем, много. А большинство стихов написаны, конечно, в Чемгенте. Валентина, вот продекламируйте нам именно тот стих, который цепляет всех-всех-всех. У меня было довольно-таки расслабленное состояние, которое бывает у поэтов. Мне часто говорят, для того, чтобы писать, наверное, надо много пить или курить. Я говорю, не знаю. Ну, по стихам вы все поймете. Я курю, губы сохнут. Я смотрю, веки мокнут. Ты с другой в ритме танго. Клуб ночной. Ломтик манго. Виски, лед. Ломтик манго. Душу рвет ритм танго. Не с тобой я танцую. Что со мной? Я ревную. Интересно, да. Такая целая история раскрылась в двух четверостейших. Хорошо, Валентина. Но помимо того, что вы пишете и издаете свои произведения, вы еще являетесь номинантом на премию Российского императорского дома. Расскажите, что это за премия и как вам удалось вообще стать номинантом? Это премия от Российского дома во главе с великой княгиней Марией Владимировной. Она учреждается раз в год для того, чтобы дать старт поэтам и донести до общественности их творчество. В этой книге около двухсот номинантов премии. Вручалась она в Москве, в Доме литераторов центральном. Вручала премии княгиня. Что еще там? Раздавала автограф. Но вообще все было в очень торжественной обстановке. Я, к сожалению, не поехала. У меня были дела по работе. Вообще была приглашена. Как они вышли на вас? Я увидела объявление, что приглашаются поэты на премию наследия. Я выслала два стиха. Там высокое жюри, профессионалы. Там очень большое количество людей в жюри сидит. Филологи. Даже батюшка. Я так посмотрела. В том числе и княгиня. Все отбирают. Я посмотрела. Жюри было такое просто устрашающее. Я дома бесстрашная. Я взяла, отправила. Мне пришел ответ, что я прохожу по конкурсу и могу издаться в этой книге. На чем вы сейчас работаете? Поделитесь с нами. Сейчас я выпускаю новую книгу. С издательством я уже договорилась. Они ждут только окончательную рукопись. У меня пока еще не все готово. Книга о любви. Поцелуй со вкусом кофе. Интересные названия такие для книг вы выбираете. Да, да, да. Не говорите. Меня часто ругают, говорят, буржуазная, гламурная поэтесса. Таких, говорит, в жизни не существует. Вот, и второе. В книгу «Аллигат» это совместно со вторым поэтом, книга «Перевертыш», у меня будут песенные тексты. Потому что я еще работаю с певцами, с музыкантами, пишу совместно с ними песни, вернее, им только тексты. Они уже там до ума доводят все музыкой. Вот, и накопилось очень много текстов. И я решила их тоже издать, потому что они у меня неизданные. Они просто в песнях. Хорошо, Валентина, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Ну, во-первых, хорошего настроения, хорошего дня. И я бы хотела пожелать вам почитать стихи. Мои и не мои. Другие, какие найдете. Желательно веселые, позитивные, красивые. Когда грустно, то можно и грустные. Поплакать и вперед по жизни. Твой утром поцелуй со вкусом кофе. Разбудит нежностью меня. Любви глоточек с воздухом на вдохе. Подарок ранний от тебя. Дороже мне у бриллиантов сотен. И новеньких крутых машин. Ценю за то, что для меня свободен ты. Самый лучший из мужчин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова